Итоги недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Уже больше недели все мы живем в новой реальности. На Украине продолжается спецоперация, на фоне которой на Россию обрушились санкции. От самых странных, например, запрета российским кошкам участвовать в международных выставках, до существенных, которые отразятся на производственной сфере и рынке. Алтайском в том числе. Подробности у Анастасии Дороган. Откуда не ждали? Отменен прокат американских фильмов. В киностудии Disney, Warner Brothers и Sony отозвали свои премьеры. Я очень сама люблю мультики, фильмы. Как бы смотреть только фонд кино российского, я даже не знаю. Думаю, зря это. Зря затеяли эту идею, отменили все, что должны были показать. Деньги за билеты, купленные онлайн на нашем сайте или в приложении, будут возвращены автоматически. А следующее может изменить сложившийся уклад. Речь идет о маркетплейсах после отмены Свифта. Светлана Середа, многолетний клиент Алиэкспресса, уверена, торговля не исчезнет. Но нужно будет дольше ждать прохождения платежа или появится некий посредник. Мы уже привыкли к тому, что у нас все вот так, да, то есть свой какой-то порядок. И такое ощущение, что это будет куда-то откатку на 30 лет назад. Эксперты тоже прогнозируют появление системы прямых платежей. Может быть, это даже, когда система отладится, это будет выгоднее, чем через доллар, потому что везде на каждую транзакцию идет комиссия. То есть сначала рубли конвертировали в доллар, потом доллар конвертировали в юани, там шел платеж. За всю эту операцию американские банки брали маленькую комиссию. То есть это увеличивало стоимость транзакций. Вот возможно сейчас это будет даже дешевле. Но заработает эта система, если Россия подключится к системе платежей перевода в Китае и наоборот. Молиться на Поднебесном остается и в плане промышленности. Эта страна может поставлять технику, комплектующие изделия из металла, но и тут Китай не всесилен. Есть достаточно уникальные вещи, которые Китай поставить не может. Мы, например, для 3D-принтеров берем исключительно определенную линейку приводов, которых нет в Китае. К чему это приведет? Промышленники предполагают либо рост цен, либо уход поставщиков. Но и здесь эксперты советуют не грустить и, например, открыть предприятие в Китае или Казахстане и обслуживаться через него. Эту бы схему внедрить в фармацевтику. Люди уже переживают за импортные лекарства и аппараты. Вот сегодня у Андрюши ночью был низкий сахар, упал сахар и помпу. Мы-то спим. Помпа сама, замеряя сахар, она отключила ему подачу инсулина. Понимаете? А вот допустим, российская помпа, она как гнала, так и будет гнать. Потому что еще не доработано. Потому что еще мы немножечко отстаем в этом. И говорить о полноценном импортозамещении, наверное, не приходится. Некоторые регионы создают двухмесячный запас лекарств. Однако, по сообщениям Минздрава страны, беспокоиться не о чем. Лекарства в аптеках есть, поставщики не должны уйти. Россия готова продолжать конструктивное взаимодействие с теми иностранными компаниями, которые не планируют ограничивать свою работу. Для них, в частности, продолжает действовать правило. Больше уровень локализации производства внутри страны, больше преференций. Пока все препараты вроде бы есть. Нерковыраженные дефектуры я не наблюдаю. Но мы еще как бы немножечко затарились. Ситуация не критичная, но и не хотелось бы ее ухудшения. Ведь даже если препараты и аппараты отечественные, то ингредиенты и комплектующие часто зарубежные. Анастасия Дороган, День с толком. Пожалуй, на этой неделе тяжелее всего восприняли информацию спортсмены-паралимпийцы, которых 2 марта еще допустили до участия в играх, а третьего уже запретили. Чемпионка паралимпиады, председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике АКЗС Татьяна Ильиченко отметила, как долго ребята-колясочники добирались до места. И что ей очень жаль, что мнение спорт вне политики сегодня уже не актуально. Создать запас лекарств на несколько месяцев такую отмашку получили в регионах страны. На региональном уровне нам пояснили, что переживать по этому поводу на данный момент не стоит. А вот представители автомобильной сферы озадачены. Представительства автобрендов закрываются, запчасти дрожают. Артем Гусельников разбирался в том, что ждет российский алтайский рынок в ближайшем будущем. BMW, Volvo, Jaguar и Mitsubishi – это лишь часть автомобильных брендов, которые замораживают деятельность на территории России из-за проведения властями специальной военной операции. Также по авторынку бьет и снижающийся курс рубля. Многие владельцы находятся на распутье. Автомобилисты поделились на два лагеря. Одни говорят, что машины теперь будут супер дорогими, потому что есть дефицит, особенно иностранного производства, редкие и так далее. Другие говорят, что надо продавать дорогие машины и пересаживаться на более дешевые. Алексей уверен, в итоге подорожают и некогда дешевые машины. Из-за невозможности приобрести новые автомобили с салона, начнет расти цена на авто с пробегом. Уже сейчас, например, стоимость популярной в России Toyota Camry подскочила на 200-300 тысяч рублей. Автомобили на вторичном рынке подорожали примерно 20-30%. Можно с уверенностью сказать, что ценник будет еще расти. В любом случае автомобили будут продаваться, выушенный авторынок будет подниматься. По словам специалистов, в цене поднимутся не только сами машины. Это затронет также запчасти и комплектующие. Уже сейчас цена на некоторые из них возросла на треть. При этом в ближайшее время магазины могут столкнуться с временной нехваткой товара. Все производители взяли некую паузу, потому что понимают, что, скорее всего, будут перебои с поставками. Я думаю, что китайский рынок нам поможет в этом плане. И большинство запчастей они уже делают достаточно хорошего качества. Единственное, что потребуется какое-то время на то, чтобы они расширили свой ассортимент продукции. Китайские автомобили могут стать заменой ушедшим из России европейским и американским маркам, считают эксперты. Однако, чтобы они зашли на рынок и заработали доверие покупателей, нужно время. А значит, автолюбителям придется искать аналоги и привыкать к новой ценовой политике. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Еще один знак сегодняшнего времени – рост спроса на успокоительные препараты и услуги психологов. Множество людей пребывают в состоянии стресса, тревоги, паники и не знают, как с этим справиться. Мы поговорили с психологом Евгенией Каниной о том, с чем ей приходится работать, о чем переживают люди и как объяснить происходящее детям. Страх, тревога и неумение с этой тревогой справиться, точнее, незнание, как лучше. И, соответственно, проясняем страх, чего именно боимся. Понятно, само собой, страшно, что в принципе в современном мире может произойти такое. Ну и плюс у каждого из нас, человека, есть свой страх. Потеря своих каких-то планов, своих каких-то привычных ритмов жизни. Вот потихонечку с этим разбираемся. Определённое количество информации влияет на человека и то, какую он информацию поглощает. Потому что есть же какие-то более сухие факты, есть очень агрессивные заголовки. Плюс сюда же идёт следом за информацией, какой сам по себе человек, какой у него тип нервной системы, подвижный, неподвижный, насколько он впечатлительный, какой есть личный опыт в его семейной системе. А у нас у всех, как ни крути, генетическая память тоже в том числе работает. Это у нас, ну у всех, на кого ни посмотри, есть прабабушки, прадедушки, у которых были те или иные истории, связанные с военными действиями. Родители, там, Афганистан и прочее. То есть это в принципе не так далеко в нашей памяти. И вот это всё вместе в совокупности влияет на то, что происходит с человеком, который сталкивается с информацией о текущей ситуации. А кого-то информация сносит, он не может контролировать, ему действительно лучше дистанцироваться. Но вместе с тем не отключаться от людей, от общества. Потому что окружение, социум, он может давать опору, поддержку. И вот как раз-таки взаимодействие с теми, кто близок, кто поддержит, кто созвучен с ценностями, вот оно очень сейчас важно. Самый момент, почему вообще это может происходить, когда критическое мышление перестаёт работать, человек не задаёт себе вопрос, а что это происходит, насколько я могу быть уверенным, что здесь из этого правда, что конкретно зависит от меня в текущей ситуации, что я могу сделать. То есть такие отрезвляющие вопросы, как, что, где, когда и соотнесение с реальностью. И если вот не успев включить этот момент в это мышление, чуть-чуть критически посмотреть на ситуацию с целью сохранения себя, то всё. Попал в эти жернова, либо в защиту, либо в нападение, либо в анабиоз, либо вообще в уход куда-то. Сейчас даже коллеги некоторые рассуждают, что как будто бы нет правильного термина, который объяснял бы, что происходит с людьми, которые пишут «мне стыдно». Потому что это когда я что-то сделал, и вот тут вопрос в том, что стыдно за что? За то, что там в чём-то молчал, как тебе кажется, или что? И вот тут это всё смешивается в один водоворот. Кто-то это говорит, чтобы как-то поддержать, вроде как, что «я с вами». Но опять же можно сформулировать «я вас поддерживаю, я с вами», а можно сформулировать из позиции «мне стыдно». И всё это вместе превращается в то, что очень часто вообще в современном мире делается с информацией, в упрощение. То есть чувства, они сложнее, то, что происходит с людьми. А из-за того, что формулировки эти как-то обтесаются, и выглядит всё очень довольно топорно. И появляются те, кто бегут, и типа «вам не за что стыдиться», или «стыдиться плохо», или «ты что стыдишься, что ты русский». И всё это вообще опять в водоворот превращается, потому что по большому счёту вместо того, чтобы разрешить людям испытывать эмоции, мы же люди, опять же, начинаем переубеждать. Ну то есть тебе не должно быть стыдно, или правильно, что тебе стыдно. Ну то есть то, что происходит сейчас в информационном поле, то, что я вижу, люди сами начинают себя за это винить. А по сути это любая эмоция имеет место быть. Может родиться любая. Почему-то мне может быть за это стыдно. И тут важно самому человеку с собой разобраться, за что. А что у нас происходит? У нас происходит либо человек просто высказался про себя, это окей. А некоторые делают так, что вам должно быть стыдно, мне стыдно, и вы должны стыдиться. То есть такое принуждение. Вот это уже переход за рамки. Потому что в принципе стыд, страх, боль, вина, агрессия, какая-то злость, обида, разочарование, любые эмоции, которые могут происходить с человеком, ну не только в текущей ситуации, в принципе они нормальны. Не очень нормально, когда мы заставляем кого-то чувствовать то же самое, ну типа как оправдывая себя, или придумываем, что это должно как-то оправдать нас. Ну то есть когда чувство перетекает в инструмент. Часть специалистов, опять же, предлагает рассматривать это как возможность какую-то, вообще предлагает рассматривать, не бояться, а в интерес превращать. Типа, а что я могу в этом новое взять для себя? Но одно дело, когда это пандемия, не человеческий фактор, который происходит, а какой-то природный, стихийный, а другое дело, когда человеческий фактор. И здесь, наверное, в текущей ситуации многим сложно включить креативность какую-то, потому что вовлекаешься. Волей-неволей ты вовлекаешься. Кажется, что у тебя есть тоже какое-то свое мнение, и кажется, что ты тоже поймёшь происходящее. Но опять же мы знаем, что исторически в любой кризис есть те умельцы, интеллектуалы или хитрые быстрецы, которые успевают что-то этакое сделать и обогатиться во всех смыслах этого слова. Мне просто интересно то, как будет развиваться, как будет формироваться психика тех детей, которые… Ну, как она будет развиваться по законам психики, тут как бы, в принципе, всё и так понятно. Но какой отпечаток определённый на них наложат те, кто родились во время пандемии, да и те, кто росли и формировались во время пандемии, у кого была ограничена определённая коммуникация, а теперь вот этот период, как это будет влиять на них, вот тут любопытно с точки зрения именно возрастной психологии, как это отразится на… Даже не возрастной психологии, а такого культурно-исторического фона, вот в котором росли эти ребятишки. Ну, тут интересно. Те, которые, допустим, подростки, не знаю, там 15-16 лет, они очень свободные, они очень уважающие границы, они очень интересные, в них столько потенциала заложено, что мне как-то досадно за них, в том числе, если этому потенциалу негде будет раскрыться. Но я очень надеюсь, что будет где. А сейчас к другой теме. По данным страховщиков, Алтайский край вошёл в десятку регионов, где чаще других происходят аварии с участием автобусов. Почему мы попали в этот список и за счёт чего можно изменить ситуацию, разбиралась Анастасия Наборщикова. Давление в шинах, люфт рулевой рейки и работа световых сигналов. На техосмотр частных переводчиков отправляют каждые полгода. В Барнауле состояние автобусного парка где-то у критической отметки. Поэтому сегодня техническому состоянию автобусов уделяют особое внимание. Эта маршрутка, к сожалению, не прошла. Почему? У него имеется каплепадение масла с двигателя. И разность на заднем оси, разность тормозных усилий сильно разная. То есть правое колесо почти не тормозит, а левое хорошо тормозит. Возможно, из-за изношенности автобусов Алтайский край и попал в список мест, где чаще всего происходят аварии с участием городского транспорта. Эксперты изучили страховые выплаты за прошедший год и составили топ регионов. В тройке лидеров – Смоленская и Новосибирская область, а еще Санкт-Петербург. На четвертом месте – Москва и Ставропольский край. Следом – Челябинская, Пензенская и Воронежская области. Алтайский край на восьмом месте. Причины самые разные. Бывает, конечно, и техника отказывает. В 2019-м из-за ДТП с автобусом 35 маршрута в Барнауле пострадали 20 человек. Как позже выяснила прокуратура, на автопредприятии выявили также технические неисправности автобусов. Вопрос – как уже давно устаревший транспорт попадает на улицы? Конкурс проводится, где принимаешь участие, и там за подвижной состав, если он новый, то больше баллов, у тебя больше вероятности выиграть. Поэтому я думаю, что большой транспорт не обновляется, потому что таких требований нет. В 2021 году в городе Барнауле с участием пассажироперевозящего транспорта было зарегистрировано всего 264. С пострадавшими – 86. Два человека погибли, и 101 получили травмы. 43 из них совершено водителями общественного транспорта. В основном это столкновение транспортных средств, падение пассажира, наезд на препятствия. Но все-таки основная масса ДТП с участием автобусов случается по вине самих водителей. В 2021-м, по данным госавтоинспекции, они часто не соблюдали очередность движения, неудачно выбирали дистанцию, часто грубо нарушали правила дорожного движения. И да, ездили на неисправных автобусах. К слову, обновлять парк, по словам перевозчиков, становится все сложнее. И это при том, что недавно вновь выросла цена на проезд. Мы привязаны к доллару, а доллар сегодня больше 100 рублей, поэтому неизбежно, наверное, будет повышение. Новые реалии ударили и по перевозчикам. Еще вчера, говорит Олег, бочка масла стоила 40 тысяч рублей, а сегодня эта покупка обошлась в 60. К слову, с перевозчиком мы общались в начале недели. На вопрос, как навести порядок с пассажироперевозками, многие уже годами отвечают, вернуть муниципальное предприятие. По их мнению, кто-то должен регулировать весь процесс работы, а еще помогать финансово. По словам эксперта, в некоторых регионах страны существуют так называемые брутоконтракты. Когда заключается договор с муниципалитетом о том, чтобы оплачивать всю работу общественного транспорта. То есть сбор средств за проезд уже берет на себя муниципалитеты. У нас из-за того, что выручка перевозчиков зависит от количества пассажиров перевезенных, поэтому и, соответственно, иногда гонки случаются. В рамках брутоконтрактов перевозчики получают от муниципалов определенную фиксированную плату за график движения и подвижной состав. Сами они занимаются техническим состоянием парка, подготовкой водителей и топливом. На таких контрактах работают автопредприятия Кемерово, Перми и Москвы. Весной 2021 года в мэрии Барнаула намеревались вести такую систему. Речь шла о реализации ее в 2022. Но пока гонка за пассажира так и не закончилась. Хотя вполне вероятно, что история с брутоконтрактами позволила бы региону покинуть российскую топ-10 по числу ДТП среди городских и пригородных автобусов. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин, Вадим Быстревский и Андрей Печоркин. День с толком. Ну а эта тема, к сожалению, актуальна всегда. Прибегают даже ночью в пижамах с детьми на руках. В таком состоянии часто мамы попадают в краевой кризисный центр для женщин. Накануне Международного женского дня мы решили поговорить о том, что обычно у нас в обществе неохотно обсуждается. О домашнем насилии, о том, что чувствует женщина, когда выходит на свободу из колонии и не только. В следующем сюжете моя коллега Ирина Корчагина расскажет, почему все же иногда женщины должны выносить ссор из избы. Домашнее насилие, нежелательная беременность, отсутствие жилья, развод. Это место часто бывает последним приютом для многих мам. У Татьяны шестеро детей. Ее дом находится в аварийном состоянии. Пока семья не решила жилищный вопрос, муж остался дома, а Татьяна переехала с детьми сюда. Так будет безопаснее. Социальная гостиница на базе кризисного центра для женщин никогда не бывает пустой. И ее постояльцы предпочитают не показывать свое лицо. Зачастую женщины скрываются от своих мужей и просто не хотят, чтобы кто-то знал о их проблемах. В основном семейные проблемы здесь у кого-то. У кого муж избивает из дома, сбежали. У кого идти выгнали из дома, что идти некуда. Что они ищут еще и с детьми, с маленькими, с новорожденными. Тут и такое есть. Нашу социальную гостиницу порой еще называют убежищем. И это неспроста, потому что иногда ночью, буквально в пижаме, в тапочках, женщины стучаются к нам и просят помощи. Психологическую помощь женщинам оказывают в самом центре. Здесь видели разные истории. Ежегодно сюда обращается более двух тысяч человек. Это и семейные проблемы, и реабилитация после выхода на свободу из колонии. Что касается домашнего насилия, зачастую женщины приходят в центр, когда становятся совсем не в моготу. Еще больше женщин просто боятся обратиться за помощью, опасаясь за свою жизнь и жизнь детей. А зайти в дом каждой семье просто невозможно. Женщина может убегать ночью от своего мужа-тирана, например, сожителя, и попадает в социальную гостиницу. Вот как вы обеспечиваете всем женщинам безопасность? Потому что случаи разные могут быть. Действительно, безопасность превыше всего. И кроме того, что у нас есть круглосуточная охрана в самом центре, еще и установлена железная дверь и домофон. Любой посторонний к нам не придет. Это точно. Часто побои в семье происходят на глазах у детей. Поэтому, когда мама приходит за помощью в центр, психологи рекомендуют как можно скорее начать работу и с ребенком, чтобы в будущем он не переносил эти проблемы уже на свои отношения. Есть даже такое понятие, как дети свидетели домашнего насилия. Даже если детей никто никогда не бил, никто когда пальцем не тронул, но он видел, как избивали маму или старших, младших детей, то он несет точно такую же травматизацию, как ребенок, который страдал от домашнего насилия. И закладывается такая модель поведения, как если я старше, я имею право бить, если я сильнее, я имею право доказывать свою точку зрения насилием. Все это переносится как такой паттерн поведения, который потом ребенок использует в своей жизни. Здесь помогают найти жилье, оформить развод. В центре работают психологи, юристы, соцработники, но это не значит, что сюда могут прийти только те, кому сейчас плохо. Сегодня здесь открыты развивающие комнаты для детей, доступны консультации, песочная терапия, метафорические карты и не только. Бесплатно для всех желающих. При поддержке Министерства социальной защиты Алтайского края нам удалось сделать ремонт во всех помещениях, и социальной гостинице, и в консультационных комнатах. И закупили мы современное, интересное оборудование для работы психологов как с детьми, так и с родителями. Сейчас уже мы понимаем, что если мы хотим выйти на новый уровень взаимодействия с нашими клиентами, в том числе и с подростками, и с детьми, то мы должны использовать самые новейшие технологии работы для того, чтобы намного быстрее шла вот эта реабилитация. Здесь прям можно что-то пробовать? Да, это песочница, ее можно пробовать. Вы мне в детстве такое показали, я бы с ума сошла. Да, у нас вообще очень детки рады. Это для деток раннего возраста, они приходят, раздеваются, и пока они ждут занятий, они могут потренировать свое умение, навыки. Нарази на это не сделала? Также в нашем центре есть еще сенсорная комната, это тоже такая развивающая среда для деток. Там детки могут у нас отдыхать, расслабляться, там есть световые, звуковые эффекты. Бьет, значит любит или сама виновата. Хочется верить, что постепенно эти народные мудрости исчезнут из нашего менталитета. Но для этого нужно перестать молчать. Большая просьба ко всем женщинам, чтобы они не стеснялись, не боялись и понимали, что мы не одни. Не думать, что твоя жизненная ситуация не подходит, да, и это не та серьезная проблема, с которой можно прийти в кризисный центр для женщин. Есть те люди, та команда, которая готова прийти на помощь. Если есть желание, если есть порыв, то надо приходить. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толка. Открывать дверные замки без ключей научились студенты технического университета. Но назвать это незаконным взломом было бы ошибкой. Напротив, молодые ученые разработали инновационный механизм сенсорные дверные ручки. Как это работает, узнавала Анна Рашагирова. Что делать, если забыл дома ключи или карту, которая открывает двери? Такой вопрос, уверены студенты технического университета, в будущем не будет проблемой. Им удалось разработать инновационный механизм открывания дверного замка при помощи сенсорной ручки. Все, что нужно для входа, легкое касание руки и телефон. Для большего удовольствия, чтобы использовать технологию BLE, это Bluetooth Low Energy, то есть Bluetooth на технологии. В отличие от обычного Bluetooth, он работает постоянно и потребляет крайне малой энергии. Поэтому на работе в целом не скажется. Телефон, находясь в зоне действия устройства, обнаруживается. То есть он видит. У каждого этого устройства есть уникальный адрес. Уникальный. И, видя его, дверь уже готова работать. Такой механизм уже работает на одном из предприятий края, рассказывают студенты. Вход для сотрудников на производстве стал проще. Однако сама технология не является их изобретением. Студенты дорабатывают алгоритм программирования ручки. С увеличением размера сенсора он начинает нестабильно работать. Поэтому возникали проблемы. Многие начинали. То есть вот даже мы когда общались с коллегами, с нашими, они достаточно давно, там, пять лет назад пытались разрабатывать подобное устройство. Но как раз не получалось из-за того, что вот эти шумы различные, атмосферные, шумы по сети электрические возникают. И они мешают работе устройства. Работа над решением задачи длилась около двух лет. Тестовые образцы уже отправляли в разные города потенциальным заказчикам. И на основе обратной связи совершенствовали механизм. Но, как говорят студенты, еще нужно потрудиться над частью программирования. В 2022 году на территории Алтайского края появятся открытые спортивные площадки с уклоном на зимние виды спорта в Павловске и Тальменке, на летние, в Рубцовске и Барнауле. Каждый проект подразумевает наличие футбольного поля или хоккейной коробки, а также место для игровых видов спорта. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Будет очень хороший такой кластер спортивный, беговые дорожки, площадки на улице для игры, для занятий, а также для тех, кто просто занимается зрительным, ведет здоровый образ жизни. Можно и на перекладинах, воркаут. Одним словом, занимайся не хочу. Если мы посмотрим на проект будущих площадок, то увидим там и полноценное футбольное поле, и теннисный корт, и беговую дорожку, различные тренажеры и места для игровых видов спорта. В Барнауле спортивный кластер появится на территории Дю США-6. В этом районе нет культурно-оздоровительных каких-то мероприятий, и наша школа как раз подходит под эту площадку, мне кажется, и она здесь будет очень востребована и перспективна. Стоимость каждой площадки около 20 миллионов рублей. Их выделил российский Минспорт. Задача Алтайского края – подготовить основания под строительство. Важно отметить, что места для площадок выбирали сами муниципалитеты. В Павловске, например, очень любят хоккей, так что там построят спортивную площадку с хоккейной коробкой. Объект, который мы планируем построить, он будет использоваться круглогодично. И в зимнее время, как вот сегодня мы видим, здесь активно идут у нас хоккейные мероприятия, тренировки, так и в летнее время. Этот объект будет у нас многофункциональный, можно будет заняться и легкой атлетикой, можно будет заняться и баскетболом, практически всеми видами спорта. Мы бюджет уже имеем, соответственно, сейчас финансово доведется лимит, выходит КАИП, доводится лимит, объявляем процедуру, контрактуемся. Но и времени у нас более чем достаточно за лето все это сделать. Будет раньше, значит раньше. В Тальменку, как и в Павловск, некоторые тренажеры уже доставлены. Сейчас для каждого объекта важно определить подрядчика, чтобы начать стройку. Как только площадки будут готовы к использованию, региональный Минспорт начнет работу по установке таких же спортивных площадок в других городах и поселках Алтайского края. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Ну а теперь к праздничной тематике. Девушки из Барнаула приняли участие в телевизионном шоу «Сто к одному». Заявку они подавали еще два года назад, но из-за пандемии жителей провинции не приглашали. В этом году редакторы телешоу дали ответ и пригласили в Москву. Подробности в сюжете Софии Яценко. В этом году у Анны осуществилась мечта детства. Вместе со своими подружками она приняла участие в телешоу «Сто к одному». Два года назад подала заявку, в январе этого года получила ответ. Мы на самом деле немножечко переживали, конечно, ехали. Но с нами пообщались редакторы до передачи и главный режиссер. Они сказали, что это юмористическая передача. Давайте будем на лайте работать. Это совсем не сложно, совсем не страшно. Мы выдохнули и играли. На самом деле получили вообще истинное наслаждение. Съемки прошли в январе. Барнаульские красавицы сыграли против команды офтальмологов из Иркутска. Хотелось бы мне еще отметить самую теплую атмосферу, которая творится в самой студии. Так и, наверное, милые шутки самого ведущего Александра Гуревича, которые делают действительно эту игру очень приятной и, наверное, в определенной степени незабываемой. Как для самих телезрителей, так и для нас, непосредственных участников, которые принимают участие в этом прекрасном шоу. Выпуск с барнаульской командой зрители увидят уже в середине марта. Есть возможность поболеть за наших девчонок, которые, к слову, уже мечтают вернуться в Москву и испытать те же эмоции еще раз. Несколько дней до Международного женского дня. Кстати, в любые времена каждая из нас любит слышать в свой адрес комплименты и добрые слова, а еще получать подарки. В преддверии 8 марта наши корреспонденты Дмитрий Дроздов и Артем Гусельников вышли на улицы Барнаула и необычным способом поздравили прекрасную половину краевой столицы с наступающим праздником. Как отреагировали девушки? Смотрите далее. Женщина, здравствуйте. Мне просили самой красивой здесь передать букетик и с 8 марта поздравить. Спасибо большое. Выступающим. Спасибо вам огромное. Я гостья вашего города и очень приятно. А откуда вы к нам приехали? Из города Кирова. Вот. Как вам Барнаул? Отлично. Отлично. Ну все, поступающим. Хорошие люди, спасибо. Здравствуйте. Хотим написать статью о самой красивой улыбке в городе. Дадите нам интервью? Ой, я не знаю. Ладно. Это вам с праздником. Спасибо большое. Это все очень приятно. Девушка, можно вас предупредить, пожалуйста? По этим улицам ходите аккуратно, ладно? Просто не хочется, чтобы голуби такую крошку съели. Спасибо. С наступающим. Спасибо вам. Вы самые замечательные. Спасибо большое. Поздравляем. Это вообще очень неожиданно. Ну, смотрите, аккуратно, аккуратно ходите. Девушка, это не вы снимались в фильме «Красотка»? Нет. Но это все равно вам. Спасибо большое. С праздником. Спасибо. Девушка, здравствуйте. Подскажите, а вы случайно не магнит? Нет. Просто ком-то так тянет. С наступающего с меморта. Ой, спасибо большое. Просили передать букет самой красивой девушке. Спасибо. Да, это вам. Кто просил? Там, сверху. А вы сегодня во сколько встали? Восемь. Восемь? Так солнышко уже в шесть утра встает. Сосыпаюсь восьмой марта вас. Спасибо. Все, не грустите, тяже улыбайтесь. Вы слышали главную новость последних дней? Главную новость последних дней? Да. 8 марта, весна? Да. И еще помимо этого, что у вас самые красивые глаза. Спасибо большое. Это вам. Ого. Поздравляем. Спасибо большое. Очень приятно. А у меня на этом все. Всех дам с наступающим праздником. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Продолжение следует.